Сейчас только ленивый не говорит о нанотехнологиях и, естественно, как очень актуальная тема для обсуждения, здесь есть много действительно реальных вещей и достаточно много мифических ситуаций, которые с этим понятием связаны. Понятие нанотехнологии для всех вызывает много вопросов словом «нано». Многие задают вопрос, что та же самая химия – это тоже нанотехнология, потому что молекулы имеют соответствующий размер. Тем не менее, нанотехнологии имеют право на существование. Это та область, где размер, действительно, наноразмер имеет значение. Если у соответствующего объекта его нет, то меняются его свойства принципиально. Естественно, как и многие другие области жизни, медицина тоже, безусловно, подвержена воздействию нано-наук и очень много стало вопросов обсуждаться в связи с этим словом «нано». Точно так же, как и в остальных областях, есть и реальные вещи, есть мифические вещи, но, тем не менее, есть достаточно много реальных вещей. Достаточно давно это понятие родилось, хотя говорить о нем начали только в последние годы, но упоминали очень давно. В 70-е годы XX века также были упоминания, и тогда уже появились исследования, которые показали, что для определенных ситуаций, в первую очередь, это была физика, безусловно, размер имеет значение. Сейчас активно, естественно, нанотехнологии пришли в медицинский мир, и надо сказать, что есть несколько направлений, которые реально относятся именно к нанотехнологиям, там, где размер имеет значение. Например, это такие специальные нано-контейнеры, которые позволяют осуществить адресную доставку препаратов, например, в поврежденные ткани клетки при тех же онкологических заболеваниях. Это была бы заманчивая идея, поскольку сейчас в основном вся химиотерапия опухоли, она связана с использованием очень токсичных, цитотоксических препаратов, которые действуют на разные фазы клеточного цикла. Естественно, они не разбирают при этом эта клетка здоровая или поврежденная. Поэтому химиотерапия хоть имеет высокую эффективность, тем не менее имеет массу побочных эффектов, связанных вот с этим действием. По сути, ее можно сравнить с ковровой бомбардировкой, когда мы уничтожаем врага, не разбирая, где свои, где чужие. Но для определенных ситуаций, естественно, это имеет значение, поскольку здесь есть злокачественная опухоль, то тут вопрос жизни и смерти. Тем не менее, если мы имеем возможность сузить этот эффект, то мы в значительной степени повышаем эффективность терапии, поскольку очень многие погибают не только от самой опухоли, но и от осложнений ее лечения. Поэтому задача создать системы, которые бы доставляли бы вот эти препараты непосредственно в опухолевую клетку, не затрагивая при этом клетки здоровой, естественно, будоражит умы очень давно. И нанотехнологии пришли в этом направлении, и достаточно много групп в мире исследовательских, они занимаются поиском возможностей использовать разные наночастицы, как контейнеры для адресной доставки препаратов в клетки. Использовали разные наночастицы, какие-то более успешно, какие-то менее успешно. Наночастицы используются обычно, это какое-то интактное вещество, например, углерод, который может быть в виде фуллеренов, может быть в виде донатрубочек и так далее. Это вещество интактное, к нему крепятся молекулы действующие вещества. В идеале хотелось бы к нему прикрепить еще молекулу какую-то для распознавания именно опухолевой клетки. В этом направлении много исследований ведется для того, чтобы эта конструкция попала только туда, где есть вот этот вот распознающий белок, какой-то рецептор, проникла внутрь опухолевой клетки и там только освободила препарат действующий, который она несет. Такие исследования ведутся, их очень много ведутся, они у нас. И определенные успехи в экспериментах в этой области есть. Естественно, вопрос, как скоро возможно использовать эти вещества, эти конструкции в практике, он пока без ответа, сложно на него ответить, поскольку все эти конструкции, конечно, требуют очень тщательного исследования предметов токсичности, побочных действий самих этих элементов нанотехнологических. Но, тем не менее, есть определенные эффекты положительные, связанные с действием, с возможностью действительно адресной доставки на основе этих вот наноконтейнеров. И поэтому определенная перспектива в этом направлении имеется. Есть целый ряд уже конструкций, которые практически дошли до клинических испытаний, ведется определенный поиск, ну и, соответственно, есть эффекты. Это одно из направлений. На самом деле их очень много. И еще одно направление, которое активно используют нанотехнологии в медицине, это диагностика, возможности визуализации. Используются специфические частицы, которые, ну, неким образом контрастируют поврежденные ткани. И их можно использовать в качестве контраста при определенных методах визуализации. То есть для того, чтобы определить место, объем поражения более тонко, более четко, потому что неконтрастные методы, как правило, они менее точные. Это еще одна область, в которой нанотехнологии уже добились определенного успеха. Есть еще одно направление, при котором, в частности, внедряемые импланты какие-то, они покрываются нанослоем определенных веществ, которые улучшают приживление этих имплантов и их функционирование в организме. Поэтому надо сказать, что нанотехнологии, они пришли в медицину и занимают все больше места и имеют все большее значение. Всегда, когда появляется что-то новое, очень хочется верить, что это некая панацея, которая сейчас поможет избавиться очень быстро от всех недугов. Естественно, здесь тоже были такие, где-то, может быть, нереализованные желания, поскольку казалось, что это принципиально новое направление, которое сможет глобально что-то изменить. На самом деле, действительно, может быть это и так, но тем не менее, одной из основных проблем остается четкое определение токсичности и побочных эффектов этих препаратов. Например, есть конструкции на основе фуллеренов. Фуллерены – это шарики из углерода, то есть это соединение углерода определенное, которое есть и в природе, в естественных условиях. И вот эти фуллерены пытаются использовать как вот эти нано-контейнеры для адресной доставки веществ. И, естественно, возникает вопрос, насколько это безопасно, что происходит с этими частицами потом. Исследований в этом плане сделаны очень многие. Многие из них показывают, что это абсолютно безопасная вещь и никаких последствий не происходит. Но есть и другие сведения, поэтому, конечно, это все еще требует дальнейшего изучения, прежде чем плотно войдет в рутинную клиническую практику, как, собственно говоря, и большинство других новых направлений, которые рождаются. Сначала возникает некий эйфорический процесс с возможностью все быстро излечить и перевернуть все с ног на голову и очень быстро получить эффекты. Но, безусловно, каждая из этих новых технологий, она требует очень всестороннего изучения, как и область наномедицины. Безусловно, перспективы есть, и они определенные, они видны, но требует это еще направление очень многих исследований.